Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня мы проведем для вас легкий ликбез Стани о ее наборе продуктов спортивного питания. Может быть, не все самое лучшее, но мы постарались взять лучшее из того, что предоставляет Тане ее спонсор. А у Тани, да, уже есть спонсор, не удивляйтесь. Да-да, не удивляйтесь. С чего начнем? Начнем с самой важной добавки для любого человека. Но если вы являетесь выступающим спортсменом или вы ведете тяжелый физический труд, просто активный человек, все, что вам нужно, это витамины. Вот один из самых шикарных продуктов от компании GNC. Кто не знает, GNC это первая компания, которая стала вообще выпускать витамины. Комплексные витамины, неважно, у них очень много различных продуктов отдельно для женщин, отдельно для мужчин, где-то с энергией, где-то там с какими-то для суставов. Неважно, не смотрите на это, можете брать то, что дешевле, потому что вот эта дополнительная ерунда, она не важна. Важен именно продукт, чтобы это был комплексный продукт именно витамины. Хочу сказать, что вот жена, когда с тещей приехали в Штаты, проблемы были ногти и волосы, хрупкие у всех. За две недели приема стали просто вообще как звери, царапать когтями стены. Ну то есть реально, жена сказала, что работает, почувствовала, никогда не чувствовала от витаминов ничего подобного. Почему нужны витамины? По той простой причине, что в современных продуктах их, к сожалению, зачастую вообще нет. И я недавно слышал, кстати, от одного уважаемого доктора на российском канале, что не нужно дополнительно витамины, все есть в еде. Для меня это удивительно, вроде грамотные люди знают, что сейчас вот в продуктах просто практически отсутствуют витамины. По крайней мере, селен, йод полностью исчез из продуктов питания. Комплексные утром с едой. Одну штучку. Тут у нас в этой... Не важно, сколько одна, там в каждом будет написано, сколько, где-то две, где-то три, одна порция. Ну, здесь 90 капсул, по-моему, неважно. В общем, по рекомендации на упаковке. Они, кстати, очень сладенькие. Да, ты уже пробовал? Очень приятные, да. Следующее, о чем мы поговорим, это о BCAA. То, что BCAA работают, давно доказано клинической медициной. BCAA стали использовать в борьбе с анорексией. И с тех пор, как стали их принимать, смертность снизилась в три раза. Это говорит о том, что BCAA работают. Если на вас BCAA не работают, значит, вы инопланетянин. Либо не знаете, как их принимать. BCAA работают от 20 грамм в день. Что они вам дают? Во-первых, восстановление идет гораздо лучше. Но самое главное, если вы не знаете, как грамотно тренироваться, если вы делаете много очень кардионагрузки по глупости своей, то BCAA защитят ваши мышцы от разрушения. Кто-то скажет, это всего три аминокислоты, а их 20. Да, друзья, именно вот из этих трех аминокислот процентов на 85 состоят ваши мышечные волокна. И неважно, да, еще, неважно, день тренировки или день опыта, каждый день. Не спрашивайте, каждый день. Принимайте их столько, насколько вам позволяет ваш кошелек. Их можно принимать вообще без перерыва. Витамины можно и нужно делать перерывы. К примеру, если у вас реально серьезная активность, три месяца пьете, месяц не пьете. Если вы так обычный человек, то месяц пьете, месяц не пьете. Я не обычный человек. Что касается конкретно этих BCAA, то мне нравится, что они со вкусом, как бы лимончик какой-то. Ну, просто если интересно вообще, как они по вкусу, и они порошковые. Порошковые лучше всегда будут, чем в таблетированном виде. Таблетированном там не соблюдены, как бы, количество необходимых веществ, я так понимаю. И часто алпановые нельзя проконтролировать. А соотношение цена-качество, порошок всегда лучше, всегда качественнее. Даже животные любят наши продукты. Следующее. Люди любят нас так жопу свою. Вы там можете не бурчать? Следующее, о чем я хочу вам рассказать, это о Эль-Карнитине. Многие заблуждаются, и не по своей вине, а потому что вам выгодно впаривать Эль-Карнитин как жиросжигатель. Но мало кто знает, что Эль-Карнитин не жиросжигатель и даже не термодженник. Вообще, как только убрали из жиросжигателя эфедрин, в мире исчезли жиросжигатели. И кто бы вам что ни говорил, нету жиросжигателей. Только эфедрин делал любой продукт жиросжигающим. Все, что сейчас продается, это максимум термодженики. Так вот, Эль-Карнитин настолько полезный продукт, что он даже продавался, рекомендовался в советские времена в аптеках для беременных женщин. Почему? Он помогает сердечной деятельности. Что делает Эль-Карнитин? Почему многие с чистой совестью говорят, что это жиросжигатель? На самом деле, когда вы тяжело тренируетесь, кровоток отщепляет жировые молекулы, которые попадают в кровоток. Так вот, Эль-Карнитин помогает усваивать эти жировые молекулы именно в энергию. Но опять-таки, если вы очень много кушаете, то мы как печи, мы взорвемся, у нас будет энергия. Но если вы переедаете, эта энергия потом опять-таки уйдет в жировые депо. Контролируйте всегда свое питание. Не ищите каких-то волшебных пельмий, волшебных жиросжигателей. Да, это все работает, это как дополнение к вашему правильному питанию и к тренировке регулярно. Только правильное питание и витамины то, что очень важно. Секундочку, что касается этого Эль-Карнитина, то у нас в жидком виде, да? Эль-Карнитин я советую всегда брать в жидком виде, его легче контролировать. И опять-таки, концентрация больше и поэтому дешевле. Но что нужно знать, о чем мало кто говорит, мало кто знает. Эль-Карнитин работает только в ацетиловой форме. Должен быть ацетил, эль-Карнитин. Это должно быть написано именно на упаковке? Прямо на упаковке будет написано ацетил, эль-Карнитин. БЦАшки должны быть только в эль-форме. Если вы возьмете упаковку и на ней будет написано, вот возьмем эти, это, кстати, очень хороший продукт, один из лучших. Вот здесь сразу эль-Лейцин, эль-Изалицин. Приставочка, буква Н. Если нету этой приставки, не покупайте. И работают минимум, чтобы было 2-1-1 соотношение. Но это на банках все пишут. Здесь вообще вот 8-1-1. Как эль-Карнитин принимать? Когда? Эль-Карнитин принимать лучше всего за 40 минут. До 3 минут. Все верно. Здесь еще нет, мы просто не успели взять. Я сразу скажу, советую всем принимать аргинин в чистом виде, тоже в порошке. Он противный, но он способствует выбросу гормона роста. А мы вам говорили в прошлом ролике, когда рассказывали о питании, что его перед сном, перед тренировкой, если деньги позволяют, еще и как проснетесь. Выбросы гормона роста будут способствовать жиросжиганию и строительству новых мышечных волокон. Вот чудо-добавка, которую я, кстати, открыл для себя еще сам, совершенно недавно. Мелатонин. Слышал я о нем давно, относился скептически. Но скажу по секрету, мне в руки попалось, наверное, банок 40 бесплатно. Я раздаю всем своим друзьям и знакомым. Тане подарил тоже. У меня проблема, как и у многих мужчин сейчас, простатит. И я просыпался ночью, наверное, раз 5 бывало. Естественно, не высыпаешься. Как только стал принимать мелатонин, я ночью не просыпаюсь. Что такое мелатонин? Это гормон сна. Принимайте его за 30-40 минут до сна. Мне, в принципе, нравится за час. Я люблю, когда меня накроют, я чуть 10 минут поборюсь, а потом легко засыпаю. Я просто удивлена, что они действуют буквально с первого раза. Ты тоже прочувствовала? Вот реально с первого раза. Я, может быть, тоже пару раз так просыпаюсь, и всё. И спиться как-то настолько просто, легко и быстро засыпаешь. Сны яркие, ты не обратил внимание. Да, и нет какого-то чувства, вот, знаете, поломанной таким вот, встаёшь утром. Именно за счёт того, что вы хорошо высыпаетесь. Но мало кто ещё знает, помимо того, что он помогает вам хорошо спать, посмотрите, сейчас очень много информации об этом. Он омолаживающе действует на наш организм. Хорошая добавка, рекомендую. Дешёвая, кстати. О чём ещё нужно сказать? Это входит в тройку рейтинга моих самых важных добавок после витаминов. Это жиры семейства омеги. И обратите внимание, важно, чтобы была пропорция именно 3,6,9 в одной панке. Конечно, можно брать и просто омега-3, но 3,6,9 наиболее лучше воспринимается организмом, когда оно всё вместе. О чём и для чего это всё? Во-первых, опять-таки, ногти, суставы, ну и вообще просто здоровое самочувствие. Да, для девушек обязательно. Шикарное. Парням тоже не помешает. Особенно, когда вы на сушке, чем больше у вас сушка, а правильно говорить, просто жиросжигающая диета, тем больше жиров омеги-3 вам необходимо. Витамин D. Кстати, постоянно там рекламируется витамин D3. Нет, это просто маркетинговый ход. На самом деле, не важно, какой витамин. Витамин D способствует очень многому в вашем организме. У меня есть целые статьи, не одна, и видео. Почитайте, изучите. Очень важно принимать этот витамин, потому что сколько бы на солнце вы ни находились, вы не насытитесь этим витамином. Не будем говорить, вот просто принимайте его вечером с едой или во второй половине дня. Вообще все витамины лучше с едой принимать. Не лучше, а только с едой. Потому что могут быть расстройства желудка и вообще тошнота, будете себя очень плохо чувствовать. Очень важная добавка, за которую человек получил Нобелевскую премию. Коэнзим Q10. Что такое? Это вещество, которое находится в каждой клеточке нашего организма. И естественно, опять-таки, в питании его очень мало. Если вы будете его принимать на постоянной основе, с перерывами в месяц-два в году, вы будете себя очень качественно чувствовать. Особенно рекомендую, у кого есть родители, бабушки, дедушки, покупайте своим родителям эту добавку. Это улучшит и продлит их жизнь. Здесь у нас глютамин. Глютамин, помимо того, о чем говорится, очень важен в качестве иммуномодулятора. То есть, когда вы тяжело тренируетесь, когда вы на диете, у вас, естественно, будет понижаться иммунитет. Глютамин будет помогать вам не заболеть. Ну и естественно, конечно, на процессы восстановления после тренировки он влияет крайне положительно. Он в порошковом виде и я его добавляю в протеин. То есть, я вот готовлю себе протеин, после тренировки засыпаю протеин и туда же чайную ложечку кидаю и все это перемешиваю. То есть, у меня как бы две такие вот штучки идут в одном коктейле. Все, что касается, ну, за исключением жиров, за исключением витаминов, ну, витамины тоже можно отнести к жирам, и в порошке. По причине того, что порошок всегда будет более концентрирован, легче в изготовлении, и вы будете тратить на ваше спортивное питание меньше денег. О чем мы еще не рассказали? О протеине. К сожалению, на этот момент, когда мы приходили за спортпитом, не было комплексного протеина, оновский мы хотели взять, а в принципе любой комплексный протеин. Мы взяли от компании MuscleTech, тоже неплохой протеин, но, к сожалению, это не комплекс. Нужен комплексный протеин, в котором как минимум два быстрых белка и два медленных. Это будет вообще идеальный вариант. Это необходимость или можно без него? Это необходимость для тех, кто не может вести профессиональный образ жизни, кто на работе. Вот вы пошли на работу, взяли с собой в шейкере неразведенный протеин и банан. И вы знаете уже точно со спокойной совестью, душой, что вы потренировавшись сможете что-то поесть. Вам не нужно будет бежать куда-то, где-то что-то искать. Это проще. Экономит деньги, экономит время. Можно добавлять еду, в какую-то выпечку, повышать белковость продукта. Нет времени, нет возможности поесть, к примеру, связано с работой или что. Выпейте протеин, это тоже будет хорошим дополнением, как ты говорила в ролике о питании. Если у вас хотя бы три приема пищи и два раза вы будете употреблять белковый коктейль, это будет уже лучше и у вас не будут таких резких инсулиновых скачков в течение дня. И для простоты употребления этого всего я нашла вот такую таблетницу. Ее можно, наверное, вообще в любой аптеке найти. Сейчас их делают очень классными и простыми, допустим, на три разделения, где можно все эти таблеточки распаковать, чтобы вы точно не забыли что-то скушать. И так проще жить на самом деле. С вечера на следующий день накидали. Да, я сразу на неделю себе кидала. На неделю? Да, и все. Все точно не забывается. Вот такие вот у нас пироги. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу питания, тренировок, как всегда, оставляйте их в комментариях и следите за нашими роликами. На все вопросы адекватные мы вроде бы отвечаем. Да. Все, всем большое спасибо за внимание. И до новых встреч. Увидимся в спортзале. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok